Голодный, бахнул пельменей. Всем привет, сегодня у нас обзор бластера X-Shot Manic или X-Shot Безумие. Этот бластер принадлежит к линейке InSavity и обладает вот таким вот вызывающим внешним видом. Хоть бы я не сказал, что он похож на что-то нечто безумное. Бластер у нас механический и является однозарядным, то есть мы вставляем в него один дарт, взводим и стреляем. Внутри есть пружинка, которая сжимается при взводе, а потом разжимается, когда мы нажимаем на спуск и благодаря воздуху происходит выстрел. Бластер имеет огромное количество планок Пикатинни. Первая находится сверху, вторая находится внизу на рукоятке и еще одна внизу под спуском и еще две по бокам. Пять планок на одном микропистолете, сюда можно поставить прикольный прицел, а здесь все увешать вот такими прикольными холдерами. Одна такая бабушка вмещает 24 дарта. У нас их идет две в комплекте, то есть мы можем переносить, внимание, 48 дартов на одном маленьком бластере. Также есть один маленький крепеж для ремня. Это поможет нам повесить бластер, например, на нерф стенку. Кстати, ролик о том, как я делал нерф стенку, можете посмотреть по подсказке сверху. Это младшая модель всей линейки InSavity. Прикол этих бластеров, что они все оснащены вот такими вот бабушками на манер по ДК-фильмс. Это чел, который делает нерф войны, и референс явно был взят оттуда, и это очень круто, потому что выглядит нереально стильно и прикольно. Взвод бластера сделан очень просто и элегантно. Места для пальца хватает с лихвой. Взводится очень просто и легко, и в конце есть очень заметный и приятный щелчок. Спуск имеет большой и плавный ход, и контроль выстрела чувствуется. Рукоятка бластера удобная, она большая, и даже на мою взрослую руку ложится отлично. Все пальцы моей кисти вмещаются полностью. X-shot Minus, где ручка в мой мизинец передает привет. Несмотря на то, что спереди висят две огромные бабушки на 48 дартов, особого дисбаланса вперед не чувствуется, и бластер держать одной рукой очень и очень приятно. Но даже так нам ничего не мешает повысить бабушку назад и скинуть назад вес, и тем самым получить более удобный баланс. Кстати, да, он так реально намного сбалансирования. Спереди бластера есть мушка, которая позволяет нам более удобно прицеливаться, и ее можно совмещать с точкой крепления, и в целом это достаточно удобно. Рукоятка руку не натирает, взвод палец не ломает, с эргономикой здесь все просто превосходно, у меня вообще нет никаких вопросов. Это классический однозарядный бластер, который и должен таким быть. Качество сборки у бластера отличное, во-первых, он практически нигде не скрипит. Качество пластика очень приятное, ручка сделана очень хорошо, она не скользит, и он не пахнет какой-то китайщиной, и в целом мацать его реально комфортно. Единственное, до чего можно докопаться, это то, что здесь есть наклейка. Вот это X-Shot X-70, это просто обычная классическая наклейка. Когда, например, бренд NERF красит свои бластеры, но есть нюансы, они красят их только с одной стороной. Как по мне, пускай лучше будет наклейка, но с двух сторон, ведь бластер и так, и так выглядит красиво. По всему периметру бластера используется огромное количество металлических саморезов, и это значит, что мы можем легко его разобрать или обслужить, или восстановить и оживить, как мы, например, чинили X-Shot Minus, который просто завалялся в песке. Теперь давайте обсудим практически самое главное в любом бластере, это его боевые характеристики. Данный бластер X-Shot Minus стреляет мощнее всех нерфов в своей ценовой категории. Он будет мощнее, чем Joe, 3A, 3A, потому что на хронографе он выдает от 70 до 80 футов в секунду. Значение в метрах в секунду увидите на экране, а хронограф это такая коробочка, которая помогает нам замерять скорость вылета дарта и ствола. И таким образом мы можем сравнить показания всех бластеров и приравнять их к единому одному параметру. Пришел сниматься в ролик, кот, поставьте лайк и тогда Веня будет счастливее. А также не забудьте подписаться на канал. Бластер стреляет достаточно далеко и точно для обычного однозарядного пистолета. Но точность зависит даже не от бластера, а от дартов. И сейчас я немножко проясню этот вопрос. Дело в том, что в основном все нерферы используют дарты типа Нерф Элит. Это самые стандартные дарты, их очень много и они полное говно. Они очень косые из-за того, что легкие и нерф просто пытаясь увеличить мощность бластеров сделал супер легкие дарты, которые летят крив и в кость. Тем временем появились вафельные дарты, которые выпускает Фанган, а также другие китайцы. Вот например дарты типа Менган. Они летят намного точнее, потому что имеют чуть-чуть больший вес, их не так сильно сносит ветром и в целом они летят стабильно, хотя бы плюс-минус в одну сторону. И бластеры и кшот инсейвнити все оснащены вафельными дартами. И это значит, что они летят достаточно точно и хорошо. У них вафельная голова и это очень круто, а также их можно спокойно купить где угодно. Поэтому за кучу вафель в комплекте, в комплектацию кшота определенно мы выдаем респект. И вот вопрос, стоит ли покупать данный бластер, хорошая ли на него цена в рынке или есть какие-то варианты получше. Этот бластер продается на Яндекс Маркете за супер вменяемые 1200 рублей. И прежде чем говорить, что это дорого, в комплекте идет 2 таких пушки и 36 дартов. То есть скинутся с кинтом по 600 рублей и вы можете двоем играть на днозарядных пистолетах. И это отличное решение для того, чтобы просто начать играть на бластерах, которые стреляют мягкими поролоновыми дартами. Эти бластеры можно взять куда угодно. Вы можете пойти играть на улицу, на детскую площадку, на даче, на участке, в лесу, да где угодно. Эти бластеры супер надежные и хорошо стреляют для того, чтобы хорошо провести время где угодно. Вам нужно всего 1200 рублей. Хочешь купить Икшот Манек, ты можешь это сделать на Яндекс Маркете по ссылке в описании или в закрепленном комментарии прямо под этим видео. На Яндексе быстрая доставка. Если вдруг тебе попадется брак, очень легко отменить заказ и тебе вернут за него деньги. А также отзывы о том, что продавец хороший и бластер приезжает реально угодный. Мне кажется, это одна из лучших моделей среди всех Икшот Инсейнити. Почему? Да потому что это просто и без понтов. Он стреляет как все, что у них есть там, при этом стоит офигенно и для того, чтобы кайфовать и играть на бластерах со своим другом, вам большего и не нужно. Я играл с этим бластером и мне очень понравилось с ним взаимодействовать, мне очень понравилось с ним стрелять. А если вы еще будете рубиться с корешем, это будет реально офигенное времяпрепровождение. И аналогов у него практически нет. Если только вы что-то на ВИТО сможете прикольное найти, но тут надо понимать, что это новый бластер, который можно подарить кому угодно прямо в коробочке. Самые популярные бластеры в мире это однозарядники, легендарный Джоу, Триад. Они пользуются у народа огромным спросом, потому что по факту для того, чтобы играть со своими детьми или в целом с каким-то кинтомом кайфовать, вам не нужны огромные пулеметы и тяжелые бластеры, потому что в основном они мало надежные и плохо работают. Я уже давно понял, что мой опыт использования бластера отличается от опыта классических людей, потому что я уже настолько преисполнился в этом деле, что знаю практически все. И если у бластера есть какие-то проблемы, мне ничего не стоит за 5 секунд это порешать напильником и кайфовать играть. Но для обычных людей это может стать реально проблемой, поэтому я изучил отзывы на эту модель на маркетплейсах и был приятно удивлен, что люди покупают этот бластер, играют и испытывают с ним реальное счастье и кайфуют. Родители покупают его детям, дети его покупают, играют и больше им ничего не надо, ведь он очень надежный, просто и легко работает и стоит недорого. Выводы хочу сказать, что Экшот большие молодцы. Нерф уже ушла из России и давно не радует поклонников реально крутыми и годными бластерами. Экшот нас не бросили и поддерживают нас, завозят крутые топовые пушки по очень хорошим и вкусным ценам. Даже бластеры про линеек, такие как Экшот, например, укороченные дарты для профессиональных игр, а также куча моделей для тех, кто только хочет прочувствовать наше хобби и поиграть на мягких пролоновых дартах бюджетно и кайфово. А если вы хотите купить модификации для своих бластеров Нерф, запчасти и крутые премиальные бластеры Воркер, то велкам в мой магазин dizmon.ru. И не пока, потому что будет еще сцена после титров. Совсем скоро выйдет третья финальная часть про спасение Нерф коллекции. Это такой маленький сериал, состоящий из нескольких серий, где я вытаскиваю свою коллекцию после тяжелого для меня переезда. Делаю красивую Нерф комнату мечты, вешу их на стенку и привожу их в порядок. К моему сожалению, я думаю, что эти ролики вам понравятся больше и наберут куда больше количества просмотров. Поэтому, если вы смотрите этот обзор и хотите посмотреть еще какой-то контент про бластеры, очень прошу посмотреть эти видосы. Они реально крутые, я старался и вложил в них душу и потратил очень много времени. А также мне очень грустно, что я стараюсь выкладывать видео каждую неделю. От моего канала все равно отписывается старая аудитория, которая выросла и перестала меня смотреть. Поэтому на канале я перестал уведомлять вас о новых роликах. То есть даже если вы подпишетесь, вам вообще нигде не придут уведомления. Чтобы старая аудитория не приходила и не портила активность на моих новых роликах. Поэтому, если вы хотите получать уведомления о выходе новых видео, вам нужно подписаться на мой телеграм-канал. Так как там я оставляю бэкстейджи, иногда закидываю прикольчики. Мы обсуждаем новости из мира Нерф и, естественно, там уведомления о всех новых видео и изменениях на моем ютуб-канале. Ссылка на телеграм в комментарии в прикрепленном и в описании. А также хочу выразить благодарность моим подписчикам, которые до сих пор со мной смотрят мои видео с 2016 года. Ставят лайки и пишут комментарии. Я вас всех безмерно люблю. Всем хорошего настроения. Ну, на этом наш обзор подходит к концу. Всем пока.